Добрый вечер, уважаемые зрители! Мы продолжаем наш курс по искусству управления. И сегодня наш разговор будет о процессах и функциях. Тоже достаточно замученная тема, когда говорят, вот у вас функциональное управление, вы управляете по функциям, а надо управлять по процессам. Идите и управляйте по процессам. А если вы не управляете по процессам, то вы ретроград, скверный человек, и вообще у вас все плохо. Давайте вспомним про то, что такое процесс. Понятно, здесь речь о бизнес-процессе, ну, допустим, IT-процесс. Это некий закрепленный набор действий, чего-либо. Алгоритм, который что-то превращает во что-то, в него имеется вход, на него поддаются некие ресурсы, есть выход, то есть есть поставщик, который что-то поставляет, есть потребитель процесса, есть информация, которая трансформируется в процессе, есть управленческое воздействие. Вот, например, мы с вами копируем какой-то файл с флешки. Ну, собственно, копирование с флешки – это процесс, ну, несомненно, процесс. Допустим, мы копируем на SSD-диск, который у нас внутри компьютера. Соответственно, есть начало копирования, есть завершение копирования. Мы можем писать технологически, как там это все записывается на диск, где это в оперативной памяти находится, как из нее переносится на носитель SSD. Разгрузка товара от поставщика, который пришел – это процесс, несомненно, есть процесс разгрузки, да, мы можем описать, что в него входит, какие действия, да, там, что нужно вот этот документ взять, потом определить товар, там, с края или там, с середины, куда его положить, по какому принципу это определить. Процесс. Вне всяческих сомнений процесс, то есть мы с вами понимаем, что если этот процесс на уровне бизнес-архитектуры, то он может быть либо формализован в регламентах и там инструкциях, либо не формализован. И тогда, как бы, он передается, там, от старших к младшим. Вот, ну, эти процессы сами, как бы, с собой тоже описаны, но по факту они происходят, да, то есть никто не описывает, как там, передается. С флешки. Там жесткий диск, но по сути это происходит, крымких спецлитератур. Так вот, а что же тогда такое функция, да? Ну, это функция, как он говорит, это вот разные функции – маркетинг, логистика, финансы. И вообще должны быть кросс-функциональные команды, которые процессные, которые будут отвечать за весь процесс. Так вот, я уже говорил в самом начале, что менеджер управляет не людьми, а процессами. Первый важный тезис – абсолютно любая компания состоит из процессов. Либо формализованных, либо неформализованных. На самом деле, внедрение процессного менеджмента, о котором рассказывают бизнес-консультанты, так как они упадают, это чушь. Тогда надо правильно говорить – мы придем и формализуем ваши бизнес-процессы. Окей, это нормально. Второе – функции, вот понятие о функциональном менеджменте, который противопоставляется процессному. Здесь имеется в виду именно то, что ключевая ценность, которая генерируется компанией, создается на стыке функций. То есть, сам по себе процесс разгрузки, он ценности особой для компаний, ценности не несет. Процесс производства абстрактно, вне связи с процессом логистики, закупки, процессом продажи и так далее, тоже никакой особой ценности не несет. Ну и, например, процесс цифровизации бизнеса без самого бизнеса тоже особой никакой ценности не несет. И здесь у нас также всплывает вопрос конфликтов. То, о чем я говорил неоднократно, что, например, закупки конфликтов из производства, логистика с закупками, коммерсы со всеми остальными. Почему? Ну, потому что функции. Потому что каждый окапывается внутри своей функции, ему по большому счету чихать на соседнюю. Или, хуже того, там даже интриги и война. Так вот, но внутри функции процессы, и процесс продажи, и процесс взаимодействия с клиентами и так далее, и тому подобное, это все равно процессы. И вопрос заключается не во внедрении процессного менеджмента, а в формализации процессов и в дальнейшей их интеграции. То есть, во внедрении, по сути, управления на уровне компаний, системного менеджмента. Я все жду того дня, когда консультанты начнут говорить про системный. Ну, кроме Александра Фридмана, который рассказывает про регулярный менеджмент, но там речь скорее о операционном управлении. Взаимодействие между функциями. То есть, то, о чем мы с вами говорили, когда рисовали модели компании, что процесс цепи поставок. И вот во главе него появляется владелец процесса, директор цепи поставок. От плана до доставки клиенту. Через ПДО, закупки, логистику, производство, склад, бытовую логистику и так далее. Но этот процесс не имеет смысла без коммерческой службы. Соответственно, служба цепи поставок плюс коммерческая служба – это генератор денежного потока в средней компании. Но тут вы мне правильно напоминаете. А не ОКР, кто же разрабатывает новую продукцию? Получается, что директор цепи поставок плюс не ОКР, человек, который от входа. Потому что до плана нужно, чтобы эту продукцию кто-то спроектировал. Будь то R&D, либо еще какая-то служба разработки новой продукции. То есть коммерческая служба генерирует денежный поток. И вот у нас появляется понимание о процессах верхнего уровня, тех процессах, которые генерируют ключевую ценность. И вот эти процессы нередко пересекаются с классическими функциями. И чаще всего на самом деле, да, пересекаются. И когда консультант приходит в компанию, да, или бизнес-архитектор, он должен говорить, так, первое, что я сделаю, я формализую процессы. Второе, что я сделаю, я внедрю в компанию те процессы, которые интегрируют, генерируют цепочку ценностей. Интегрируют ту цепочку процессов, которые, собственно, исполненные вместе, генерируют нам денежный поток. И именно ей я буду управлять, да, или так далее. Может быть, это не бизнес-архитектор, может быть, это генеральный директор. Вот в чем. Огромное количество российских компаний страдают из-за отсутствия цепи поставок, из-за отсутствия supply chain менеджмента. Задача управленца, в зависимости от того уровня, на котором он находится, естественно, управление процессами. А задачей топ-менеджмента является как раз управление процессами верхнего уровня. Теми процессами, которые пересекают функции. Функцию закупок, функцию финансов, функцию информационных технологий. Да, я прекрасно понимаю, что, как говорится, вот IT-директор – это лидер функции IT. Ну, на его уровне он уже должен понимать, что генерация ценностей информационными технологиями – это процесс значительно более широкий, чем процесс управления IT. То же самое с финансами. И директор цепи поставок уже понимает, что закупки – это процесс. Ну, процесс, грубо говоря, создания продукта для клиента, он значительно шире, чем закупки, там, по отдельности, или производства, или еще что-то. К сожалению, вот подобного, подобной интерпретации я прямо, на самом деле, к сожалению, реально и не слышал. Вместо этого рассказывается, что вот вы непроцессная компания. Да что это за чушь? Любая компания процессная. Вопрос в том, что процессы могут быть неформализованными. И при этом управленцы пытаются управлять людьми, а не входами и выходами, и воздействием. Управленец на что должен воздействовать? На вход процесса, контролировать, что поступает, да? Или воздействовать, чтобы изменять вход. Это как управление системой. На что мы можем воздействовать? Потому что что входит в нашу систему? Что-то отбрасывать, что-то фильтровать. Возможно, запрашивать у поставщика что-то иное. Над тем, что выходит из нашей системы. Вы посмотрите курс по теории системы, который есть на канале. Мне дают на вход процесса муку, воду и дрожжи. Я могу запросить, сказать, а можно еще повидло? Масло и пару яиц. И вместо сухих лепешек выпустить, например, булочки из повидла. Вот мое управленческое воздействие. Я даю, как бы, управляя процессом, я хочу трансформировать выход. Значит, я должен трансформировать логику процесса. Я не должен каждому пекарю сказать, ты теперь месси, а вот на той стадии ты в булочку добавь, пожалуйста, повидло. Здесь я начальник производства, например. Я управляю процессом. Как меняется технология? Значит, у меня есть технолог, он должен подготовить новое описание технологического процесса и проконтролировать его изменения. Я говорю, так, я хочу изменить вот это, здесь должен измениться вот вход, при изменении входа должен измениться выход. На самом деле, изменение входа еще совершенно не обязательно повлечет за собой изменение выхода. Они могут все это повидло просто унести или выкинуть. И как масло с яйцами тоже. И вот все точно так же из муки, воды и дрожжей сделать сухие лепешки. Это моя задача, моя задача как управленца обеспечить трансформацию входа, логики процесса и как следствие трансформируется в выход. Меня поражает ситуация, когда управленец подбегает и говорит, что же у меня на выходе из моего процесса, ну я вам образно это, конечно, говорю, может не формулировать, получается кирпич. У меня же здесь должен быть слиток олова. А что ты сделал, чтобы у тебя там был слиток олова? Как ты повлиял на процесс? Повторюсь еще раз, задача управленца не самому сражаться впереди войска. Задача управленца так организовать армию, запланировать ее работу, делегировать задачи, скоординировать, обеспечить ресурсами, проконтролировать, чтобы вместо проигрыша она выиграла. Возможно, для этого надо всю кавалерию садить на землю и поставить за укреплениями. Или наоборот, надо пехоту посадить на коней, или на тележке, или еще что-то. Но это не значит, что вы как управление должны сесть на эту коня и поскакать перед всеми. Это очень любят делать управленцы современные, особенно в России. Это прямо называется «я крутой». Нет, не крутой. Для управленца это показатель профнепригодности. Потому что он не управленец, он тогда специалист. Причем хорошо, если хороший. На самом деле, еще раз. Один хороший воин или хорошо воюющая вся армия? Один хороший строитель или классный прораб, который организовал стройку огромного дома? Что ценнее для потребителей? Что ценнее на той стороне на выходе? Конечно же, тот, кто организовал стройку огромного дома. А не пошел сам показывать, как надо строить. Производственник, главный производственник, который начинает показывать, как надо гвозди забивать. Директор по логистике, который идет на склад и распихивает всех, говорит, вот вы не так клеите упаковку, ну значит ты не организовал процесс так, чтобы на выходе из этого процесса была качественная упаковка. Кого ты тогда ждешь? Богов, духов, призраков, глаз из машины. Кого ты ждешь? Кого ждет твой руководитель, раз ты, будучи некомпетентным, продолжаешь работать? Это великая загадка. Но надо сказать, что систем на этом нигде не учат. Вот это вот совершенно сложная мысль об управлении процессами, о том, что нужно управлять процессами, а не людьми. Не нужно вот это вот, ты иди сюда, ты иди сюда, ты иди сюда. И организуй процесс так, чтобы они сами туда пошли все. Компетентность – это когда твои подчиненные настолько эффективно выполняют работу, чтобы ты в ней не участвовал. А некомпетентность – это когда ты вручную каждому руководишь, стоишь за спиной и тыкаешь. Ну, тирания. Тирания – это показатель либо критического аврала, когда подчиненные вообще не должны дышать без твоей команды, либо профессиональная некомпетентность величайшая. Потому что тирания – очень часто руководители в коммерческих структурах прячут свою некомпетентность как управленцы. И это очень скорбно, на самом-то деле. Потому что очень быстро достигается тот порог, за которым такой псевдоуправленец просто не может управлять. Ну, сколько их он там может? Ну, три, пять, шесть человек. Потом он уже просто по шестнадцать часов тратит день на их контроль, не успевает. Они что-то не делают, они просто останавливаются, ничего не делают. И вот в итоге все это разрушается. Почему это все разрушается? Ну, именно поэтому. Потому что он пытался руководить людьми, а не процессами. Это на условном уровне менеджера среднего звена. А потом приходят умники, которые на уровне топ-менеджмента руководят функциями. Так, я начальник отдела закупок, да, меня беспокоят процессы отдельных закупок. Это правильно. А я директор по логистике. И меня беспокоят, какие процессы, которые происходят во всей логистике. Правильно. Это уже сквозной процесс. Процесс, грубо говоря, там, закупки, обеспечения, закупки, доставки, складского хранения, с бытовой логистики. Кто я? Я директор цепи поставок. Меня беспокоят от входа до выхода. Но меня не беспокоят. Я не говорю о НЕОКР. НЕОКР там как-то своей жизнью живет, срывает нам сроки поставки, ну, грубо говоря, предоставления информации о новой продукции. Потому что технологи обычно находятся в цепи поставок, а конструктора НЕОКР. Так, мы объединили, то есть у нас, получается, функции, функции, в двух функциях разрывается один процесс. Обратите внимание, две функции, а процесс один, на самом деле. Соответственно, мы их объединяем. Функция, как логическая единица системы, всегда должна быть подчинена процессу. Всегда должна быть подчинена процессу. Запомните это. Портиворечия? Пользу процесса решаем. Для нас ценен процесс поставки продукции клиенту. Для того, чтобы сгенерировать ценность для клиента, сделать поставку ценности, должно быть от НЕОКР до сбытовой логистики, до доставки. Вот этот директор. Ну, директор заводской площадки. Коммерческий директор. Это маркетинг, это продуктовый менеджмент, это опять же продажи, это ЦРМ, это анализ рынка и другое. Не вопрос. Опять же, вот так. Кто над ними? СЕО. СЕО отвечает за глобальный процесс генерации чистого денежного потока. Ни директор цепи поставок, ни коммерческий директор не могут за это отвечать, потому что коммерческий директор совершенно никак не управляет, грубо говоря, себестоимостью цепи поставок. Но он управляет, опять же, той долей в полной себестоимости, на которую влияет... Кто? На которую влияет, соответственно, опять же, его коммерческие затраты. Вот такая история. Спасибо за внимание. До свидания.